Глава 18. После смерти Каледина Новочеркасская станица вручила власть походному атаману войска Донского генералу Назарову. 29 января съехавшимися на круг делегатами он был избран войсковым наказным атаманом. Назаров, заручившись поддержкой круга, объявил мобилизацию от 18 до 50 лет, но казаки неохотно брались за оружие, несмотря на угрозы и высылку в станицы вооруженных отрядов для производства мобилизации. В день начала работ Малого круга в Новочеркасск с Румынского фронта пришел 6-й донской казачий генерала Краснощекова полк под командой войскового старшины Тацина. Полк от самого Екатерина Слава шел с боями, прорывая большевистское кольцо, но несмотря на это он прибыл почти в полном составе при всех офицерах. Полку была устроена торжественная встреча. После молебствия на Соборной площади Назаров благодарил казаков за то, что сохранили дисциплину, блестящий порядок и с оружием пришли на защиту Дона. Вскоре полк был отправлен на фронт под станцию Сулин, а через два дня пришли в Новочеркасск черные вести. Полк под влиянием большевистской агитации самовольно ушел с позиции и отказался защищать войсковое правительство. Работа круга шла вяло. Предрешенность исхода борьбы с большевиками чувствовалась всеми. Во время заседаний Назаров этот энергичный кипучий генерал сидел, опершись на руку, закрыв ладонью лоб, словно мучительно о чем-то думая. Рушились трухой последние надежды. Красная гвардия подступила к Новочеркасску и Ростову. Уже погромыхивала под Тихорецкой. Слухи шли, что движется из Царицына к Ростову красный командир Харунжи Автономов. Ленин приказал Южному фронту 23 февраля взять Ростов. Корнилов, понявший, что оставаться в Ростове небезопасно, отдал приказ об уходе на станцию Ольгинскую. Перед вечером из Ростова выступила густая колонна корниловских войск. По обрыхлевшему мокрому снегу грузно шли куценькие роты. За многочисленными подводами обоза шли беженцы. Пожилые, солидные люди в городских пальто, в калошах. Женщины семенили около подвод, застревая в глубоком снегу, вихляясь на высоких каблуках. В одну из рот корниловского полка шел Есаул Евгений Лесницкий. В ряду с ним подтянутый строевой офицер, штабс-капитан Старобельский. Поручик Суворовского фоногорийского гренадерского полка Бочагов и подполковник Ловичев, престарелый, беззубый, боевой офицер. Весь, как матерый лесовин, покрытый рыжей проседью. Накапливались сумерки, морозило. От устья дона, солоноватый и влажный, подпирал ветер. Лесницкий привычно, не теряя ноги, месил растолченный снег. Вглядывался в лица обгонявших роту людей. Сбоку от дороги прошли командир корниловского полка капитан Нежинцев и бывший командир преображенского гвардейского полка полковник Кутепов. Господин командир, окликнул Нежинцева подполковник Ловичев, ловко перехватывая винтовку. «Прикажите первой роте прибавить шаг, ведь это так и замерзнуть не мудрено. Мы промочили ноги, а такой шаг на походе». Нежинцев, не отвечая, прошел мимо. Он о чем-то спорил с Кутеповым. Немного спустя опередил их Алексеев. Красный от ветра Алексеев с белыми приподнятыми усами по самые уши натянул фуражку. Сидел, бочком привалясь к спинке коляски, зябко придерживая левой рукой воротник. Офицеры улыбками проводили его знакомое всем лицо. Идти было тяжело. Ноги разъезжались, сырость проникала в сапоги. Лесницкий, шагая, прислушивался к разговору впереди. Какой-то баритонистый офицер в меховой куртке и простой казачьей папахе говорил. «Вы видели поручик? Председатель Государственной Думы Родзянко. Старик. И идет пешком. Россия всходит на Голгофу. У вас есть курить?» – спросил у Лесницкого поручик Головачев. Он снял грубую варежку, взял папиросу, поблагодарил и, высморковшись, по-солдатски вытер пальцы о полу шинели. «Усваиваете демократические манеры, поручик?» – тонко улыбнулся подполковник Ловичев. «По него ли усвоишь? Вы-то или дюжиной носовых платков запаслись?» Ловичев не ответил. «Цвет России», – думал Лесницкий, с острой жалостью оглядывая ряды и голову колонны, ломанно изогнувшейся по дороге. Проскакало несколько всадников, среди них Корнилов. Густым рыкающим «Ура!» провожали его офицерские батальоны. «Все бы это ничего! Да вот семья!» Ловичев по-стариковски покряхтел. Сбоку заглянул в глаза Лесницкого, как бы ища сочувствия. «Семья осталась у меня в Смоленске», – повторил он. «Жена и дочушка. Девушка. На Рождество исполнилось ей 17 лет. Каково это, Есаул?» «Да... Вы тоже семейный? Из Новочеркасска?» «Нет, я Донецкого округа. У меня отец остался. Не знаю, что с ними. Как они там без меня?» – продолжал Ловичев. «Лесницкий вспоминал свой отъезд из Ягодного. Отца. Аксинью. Его душила внезапно задымившаяся на сердце тоска. Он вяло переставлял ноги. Смотрел на колыхавшиеся впереди стволы винтовок с привинченными штыками. На головы в попахах, фуражках и башлыках. Раскачивавшиеся в ритм шагу. Думал. «Такой вот, как у меня, заряд ненависти и беспредельной злобы несет сейчас каждый из этих пяти тысяч, подвергнутых астракизму. Выбросили сволочи из России. И здесь думают растоптать. Посмотрим. Корнилов выведет нас к Москве». В эту минуту он вспомнил приезд Корнилова в Москву и с радостью перешел на воспоминания того дня. К 11 марта добровольческая армия была сосредоточена в районе станицы Ольгинской. Корнилов медлил с выступлением, ожидая приезда походного атамана войска Донского генерала Попова, ушедшего из Новочеркасска в Задонские степи со своим отрядом, насчитывавшим около 1600 сабель при пяти орудиях и сорока пулеметах. Утром 13-го Попов, сопутствуемый своим начальником штаба полковником Сидориным и несколькими казачьими офицерами конвоя, прискакал в Ольгинскую. Осанистый пожилой Попов вошел в дом. Созванные на совещание генералы были в сборе. Корнилов сидел за столом, облокотившись на разосланную карту. По правую руку от него белел сединой сухонький и пряменький, свежевыбритый Алексеев. Деникин, поблескивая умными колючими глазами, о чем-то говорил с Романовским. Лукомский, отдаленно похожий на Деникина, медленно ходил по комнате, щипал бородку. Поздоровавшись, прибывшие подошли к столу. Глядя в упор на Попова, усаживавшегося со спокойной уверенностью, Корнилов спросил. Скажите, генерал, численность вашего отряда? Полторы тысячи сабель, батарея, 40 пулеметов с прислугой. Обстоятельства, понудившие добровольческую армию уйти из Ростова, вам известны. Принято решение идти на Кубань, имея направление на Екатеринодар, в окрестностях которого действуют добровольческие отряды. Мы двинемся этим маршрутом. По пути увлекая кубанское казачество, дробя те малочисленные, неорганизованные и небоеспособные красногвардейские отряды, которые попытаются воспрепятствовать нашему движению. Мы предлагаем вам присоединиться с вашим отрядом к добровольческой армии и совместно с нами идти на Екатеринодар. Дробить силы не в наших интересах. Я не могу этого сделать, решительно и круто заявил Попов. Потому что я не могу покинуть территорию Донской области и идти куда-то на Кубань. Прикрываясь с севера Доном, мы в районе Зимовников переждем события. На активные действия противника нельзя рассчитывать ввиду того, что не сегодня-завтра начнется оттепель. Переправить через Дон не только артиллерию, но и конницу будет невозможно. А из района Зимовников, весьма обеспеченного фуражом и хлебом, мы в любое время и в любом направлении можем развить партизанские действия. Помимо этого, есть еще один сугубой важности фактор. И мы, командование, его учитываем. Это настроение наших казаков. В том случае, если мы повернем на Кубань, явится опасность распадения отряда. Казаки могут не пойти. Они просто несознательны, не пойдут и все. А рисковать потерей всего отряда я не могу. Я высказал вам наше решение и смею уверить вас, что изменить его мы не в состоянии. Разумеется, дробить силы не в наших интересах, но из создавшегося положения есть один выход. Я полагаю, что исходя из соображений, высказанных сейчас мною, добровольческой армии было бы благоразумней идти не на Кубань. На строение кубанского казачества вселяют в меня немалые тревоги. А вместе с донским отрядом в Задонские степи. Там она оправится, пользуясь передышкой. К весне пополнится новыми кадрами волонтеров из России. Нет, воскликнул Корнилов, вчера еще склонявшийся к тому, чтобы идти в Задонские степи и упорно оспаривавший противоположное мнение Алексеева. Нет смысла идти в Зимовники, нас около 6 тысяч человек. Если вопрос о продовольствии, то, смею вас уверить, ваше превосходительство, район Зимовников не оставляет желать лучшего. Причем там вы можете взять у частных конозаводчиков лошадей и посадить часть армии на коней. У вас будут новые шансы при ведении полевой маневренной войны. Корнилов в этот день, особенно предупредительный к Алексееву, посмотрел на него. Он, по всей видимости, колебался в выборе направления, искал поддержки у чужого авторитета. Алексеева выслушали с большим вниманием. Старый генерал в нескольких спрессованных фразах высказался в пользу похода на Екатеринодар. В данном направлении нам легче всего прорвать большевистское кольцо и соединиться с отрядом, действующим под Екатеринодаром. Даже если предположить неудачу, то у нас останется возможность дойти до Кавказских гор и распылить армию. Его поддержал Романовский. Несколько горячих слов сказал Марков. Тяжеловесным аргументом Алексеева будто бы и нечего было противопоставить. Но слово взял Лукомский. Выровнял весы. Я поддерживаю предложение генерала Попова. Поход на Кубань сопряжен с большими трудностями, учесть которые отсюда не представляется возможным. Прежде всего, нам придется два раза пересекать железную дорогу. Большевики не применут встретить нас должным образом. Они поведут бронированные поезда. У нас тяжелый обоз и масса раненых. Оставить их мы не можем. Все это будет чрезвычайно обременять армию и препятствовать скорейшему ее продвижению. Затем мне непонятно, откуда создалась уверенность, что Кубанское казачество настроено к нам дружелюбно. На примере Донского казачества, тоже якобы тяготившегося властью большевиков, мы должны с архиосторожностью и с крупной дозой здорового скептицизма относиться к подобным слухам. Кубанцы могут быть враждебно настроенными. В заключение должен повторить, что мое мнение – идти на восток, в степи, и оттуда, накопив силы, грозить большевикам. Поддерживаемый большинством своих генералов, Корнилов решил идти с западней Великокняжеской, пополнить на походе нестроевую часть армии конским составом и уже оттуда повернуть на Кубань. Нач штаба Донского отряда полковник Сидорин, звякая шпорами, вышел на крыльцо. Сочно, обрадованно крикнул вестовым. «Лошадей!» К крыльцу подошел молодой светлоусый казачий сотник. Он остановился у нижней ступеньки, спросил шепотом. «Что же, господин полковник?» «Неплохо!» – с приподнятой бодростью в полголоса ответил Сидорин. «Наш отказался идти на Кубань. Сейчас выезжаем. Вы готовы, Изварин?» «Да, лошадей ведут». Вестовые, посадившись, вели лошадей. Изварин, бывший сослуживец Григория Мелехова, вскочил на своего коня. В станице Мечетинской, куда прибыла добровольческая армия через два перехода, Корнилов получил дополнительные сведения о районе Зимовников. Сведения были отрицательного характера. Созвав командиров строевых частей, Корнилов объявил о принятом решении идти на Кубань. К Попову был послан ординарец с вторичным предложением присоединиться. Ответ, привезенный им от Попова, был тот же. Попов вежливо и холодно отказывался принять предложение. Писал, что решение его не может быть изменено, и что он остается пока в Сальском округе. Итак, добровольческая армия терпит поражение за поражением. Корнилов принимает решение оставить Ростов, а мы наконец-то узнаем, где же все это время был Евгений Лесницкий. Он был с Корниловым и сейчас вместе с его отрядами уходит из города и думает об Аксинье. Все-таки для него это была не просто интрижка. А потом Корнилов встречается с походным атаманом войска Донского генералом Поповым. Оставаться в Ростовской области не представляется возможным, и перед командованием встает вопрос о том, что делать дальше. И здесь мы видим, что люди, выступающие за одно и то же, то есть против большевиков, никак не могут объединиться. Что-то никогда не меняется. Они придерживаются разных взглядов на то, что будет лучше для их людей и для более эффективной борьбы, а потому расходятся в разные стороны. И тем самым, к сожалению, дробят свои силы, что, безусловно, на руку большевикам. В этой же главе мы встречаем еще одного знакомого из Варина. Он присоединился к войску генерала Попова и вместе с ним пойдет в Задонские степи. Какая судьба ждет добровольческую армию Корнилова, наверное, слышали все. А вот про генерала Попова и его людей я пока не знаю. Ничего. Что ж, тем интереснее будет читать дальше. А сейчас, что думаете вы, пишите в комментариях, будем обсуждать. Если вам нравится пересказ Тихого Дона, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте. Мы то, что мы читаем. До скорого. Пока.